Доброе утро! Начнем день вместе с телеканалом Катунь-24. Судьи Егор Матаев. Ближайшие пять минут новости. Начнем выпуск с информации для автомобилистов. Ближайшие два дня в крае будут перекрывать трассы из-за движения военных колонн. Давайте посмотрим, когда и какие автодороги будут закрыты. Итак, сегодня на три часа ограничат движение по Чуйскому тракту. От поселка Украинский до границы Косихинского и Первомайского районов. Завтра в ночь перекроют движение от стелы Колоски до райцентра Косиха. Также на три часа. И в это же время нельзя будет проехать от границы Косихинского и Первомайского районов до подъезда к селу Косиха. Серьезный контроль и, как следствие, честные тарифы. Новое весовое оборудование установили на Барнаульском полигоне твердых бытовых отходов. Эти весы для большегрузов. Первые в Балтайском крае. Пропускная способность в данное время в районе 30 автомобилей в час. Сейчас работаем над программой. Пропускная способность в течение месяца будет увеличена в два раза. На приобретение весов потребовалось более 7 миллионов рублей. Их выделили из городского бюджета. Дополнительно почти 6 миллионов рублей выделил рекоператор «Экокомплекс» на подготовку площадки для оборудования. Принцип работы прост. Мусоровоз останавливается посередине платформы. После чего работники полигона со смотровой площадки определяют состав привезенных отходов. А оператор весов фиксирует массу автомобиля и его номер. Также обязательно устанавливают массу и объем отходов. Исходя из этого будет формироваться тариф. Я думаю, что на сегодняшний день четко прослеживается тенденция, что отходов в массе становится меньше, а в кубатуре больше. То есть объемы становятся отходов больше, а вес их легче. Коэффициент плотности, он может уменьшить стоимость услуги за вывоз и захоронение ТКО. А теперь новости для предпринимателей. Где получить помощь в предоставлении залога и поручительства на выгодных условиях? Все подробности в рубрике «Дельный совет», которую наш телеканал проводит совместно с Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. О полезных качествах льна люди знают давно. Его целебные свойства применяют для лечения самых разных заболеваний. Семечка льна содержит в себе ценный растительный белок, необходимые организму растительные жиры, витамины, микроэлементы, клетчатку. В нашем регионе производством льняной продукции занимается компания «Инкомторг». Вся продукция у нас на основе льна. То есть различные масла растительные, смеси льняных масел, батончики, в состав которых также входит лен. Продукцию мы реализуем на территории всей России через торговые сети. Мы раньше поставляли в Объединенные Арабские Эмираты свое льняное масло. Чтобы закупить большой объем сырья, предприятию понадобилась помощь в получении залога и поручительства. Руководство обратилось в Центр предоставления гарантий. Там поручаются перед банком на недостающую часть обязательств и могут восполнить нехватку залогового имущества. В итоге помогли профинансировать сделку на пополнение оборотных средств на 50%. За 11 лет работы Центр предоставления гарантий поддержал 55 компаний на сумму более 2 миллиардов рублей. Лимит нашей поддержки по одной сделке может составлять до 25 миллионов рублей, либо до 70% от суммы привлекаемого кредита. Наталья, а вот какие компании могут рассчитывать на большую степень поддержки? Отдельный приоритет фонд отдает компаниям, которые инвестируют. В этом случае мы поручаемся до 70% и можем одномоментно поручиться по нескольким кредитным обязательствам на суммарную сумму поручительств порядка 60 миллионов рублей. Если ваша компания берет кредит и ей необходимо поручительство, то можете обратиться в Центр предоставления гарантий. Он находится на Молотобойска, 19. Это Центр «Мой бизнес». Еще больше информации вы можете найти на сайте мойбизнес22.рф. Владислав Кириенко, Денис Кузьменко. Новости. К новостям культуры. Завтра бейтчане любители искусства смогут посетить передвижную выставку Художественного музея Алтайского края. В Бийском лице-интернате откроют экспозицию шедевра Художественного музея родному краю. Такой проект стал победителем краевого конкурса грантов губернатора Алтайского края в сфере культуры на 2018 год в номинации «Музейная деятельность». Он посвящен 60-летию учреждения. На выставке посетители увидят 23 репродукции работ из коллекции музея. Это работа Константина Маковского, Ивана Ивазовского, Алексея Саврасова, Ивана Шишкина, Василия Поленова, Константина Коровина и других знаменитых художников. Насладиться картинами можно будет до 9 января. На этом пока все. А я передаю слово Елене Хорошавцевой в студии Утреннего канала. Не переключайтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...